Еще есть одна категория людей, которые воюют, это зэки, это Вагнер, но в частности это уже больше зэков. Есть разные подсчеты налитиков, что их стало очень мало на фронте в Украине, потому что большинство убили, процентом 80 их уже просто нет. Ну и сейчас, наверное, новых хотели бы взять, но даже было заявление Пригожина, что, мол, больше не берем, не вербуем. Но есть еще одна информация, что на российском телевидении начали бороться с растущим влиянием Пригожина. И даже гости разных ток-шоу получили такие указания не слишком пиарить Вагнер и основателя Пригожина. Об этом сказал один из политологов, который был на этих программах изданию «Нью-Йорк Таймс». Как думаете, почему перестали любить Пригожина в России? Ну это, так сказать, генералы победили, генералы сейчас на коне. Генералы сейчас получили, так сказать, от Путина карт-бланш и обещали Путину, что они действительно чего-то добьются на фронте. И у них был аргумент, что о Пригожин-то ничего путного не добился, ни с мобиками, ни с зэками, ни с кем, да, поэтому, ну, значит, генералы. Путин сказал, ладно, хрен с вами, давайте генералы. Ну и, соответственно, генералы сейчас на коне, вот они мочат Пригожина, которого они, конечно, ненавидят лютой ненавистью. И вот генералы будут на коне только пока вот не облажаются окончательно. Вот таких вот угледарских наступлений нужно еще там пяток, и после этого уже и Герасимов со своими генералами не будет на коне. Но мне кажется, после этого как раз вот украинцы перейдут наступление где-то крутое. Потому что вот еще пяток таких угледаров, еще пяток таких потерь мощнецких, да, и это, в общем, будет реально серьезный удар по российской армии, после чего где-то вот в образовавшиеся прорехи можно будет пускать войска. А можно и не пускать войска, а может быть пускать ракеты. Вот у меня лично сейчас вот главные такие, я вот гадаю, а какой подарок сделает украинская армия Путину к годовщине войны? Сделает, я уверен, будет какой-то подарок. Вот Путину ко дню рождения подарили Крымский мост. Помните, а? Мощнейший был подарок. Причем это уже было ночью после дня рождения. То есть вот в пять или шесть утра, да, уже вроде бы седьмое октября прошло, мы думали, неужели ничего не произошло? И тут ночью ба-бах, Крымский мост. Вот я думаю, что, ну, наверное, Путину вот самый такой очевидный подарок – это какой-нибудь кораблик Черноморского флота. А может быть и два, а может быть и три. Вот эти вот ракеты дадут, Stone Shadow, да, английские. И вот, прекрасно. Но есть еще вариант. Там посольство США в России призвало своих граждан, американцев уехать немедленно из страны. Мы помним такие призывы, когда было начало полномасштабной войны России в Украине. Призывали из Украины выезжать. Теперь призывают покидать Россию. Вот как думаете, не связано ли это с годовщиной полномасштабной войны? Ну, я думаю, американцы реально опасаются, что Путин настолько, так сказать, неадекватен, что ударит ядерной бомбой куда-то. Эта ядерная бомба будет не такая страшная. Она будет менее страшная, чем, например, Чернобыль, потому что это будет тактическое ядерное оружие. И там будет радиус поражения, там, может быть, меньше, чем от какого-нибудь обстрела, вот, когда в Днепре там дом обрушился, 45 человек убиты, да. Вот, может быть, от этой атомной бомбы будет меньше даже жертв, чем от вот этой вот ракетной атаки на Днепр. Но пиар-эффект будет такой, весь мир, все телевизоры, все газеты будут рисовать ядерный грибок, которого на самом деле не будет, но его нарисуют компьютером красиво-красиво. Весь мир встанет в полный шок. И опять-таки мне люди в России говорят, но в ответ Запад испугается серьезно ответить. Я им говорю, да как же, Запад ответит точно, вот томогавки прилетят и сразу уничтожат Черноморский флот, прям тут же, в течение получаса. Затем еще несколько будет прям ударов по войскам российским, именно прям вот натовским оружием. Говорят, нет, нет, не будет. Я говорю, да как не будет? Английское руководство уже это публично пообещало и сказало, если будет что-то подобное атомному удару, то мы отвечаем без оглядки на НАТО, на Байдена. Англия ядерная держава, оружие у англичан шикарное, есть какое хочешь. Ни у кого они не будут спрашивать, а вмажут. Вот я в это верю. Мне кажется и Путин в это верит. Но видите, американцы перестраховываются и говорят, не-не-не, давай вывозим, вывозим, потому что мы, американцы, знаем, что скоро начнется мощное наступление украинской армии или удар, вот про который я вам говорю, типа там вот этими Stone Shadow или еще какими-то ракетами. И после этого у Путина будет адская истерика. И после этого он действительно будет на все способен, в том числе вмазать ядерной бомбой куда-нибудь. Мы еще с вами не знаем, эта ядерная бомба вообще вмажется или нет. Может быть, она уже заржавела, может быть, она уже там не летает, не лезет там легко. Может быть, тот майор, которому надо будет нажать на кнопку и выстрелить, он скажет, да что, я с ума что сошел, да мало ли, что мне приказали, да ну его нахрен. Выпивает бутылку водки и падает замертво рядом с этой кнопкой с атомной бомбой. И говорит, нажимайте кто угодно без меня. Я пьяный майор, лежу под столом, можете меня в трибунал отвозить прямо сейчас. Но ядерную кнопку я майор нажимать не буду. Я легко поверю, что и такой сценарий возможен. Понимаете, то есть все меньше, меньше, меньше вероятно, что эта атомная бомба будет таки, да. Но, конечно, американцы должны перестраховываться, им каждый американец дорог, поэтому они дают указание вывози из Москвы. Ну, вывози. Что интересно, сейчас еще так притихла тема переговоров, потому что мы раньше часто слышали от российских разных чиновников, что мол, давайте за стол переговоров, мы готовы, Украина просто не готова. И вот буквально на днях была аналитика Института изучения войны и написали, что россияне пытались манипулировать этой темой в декабре еще прошлого года, чтобы задержать поставки западных танков и подготовиться к новому большому наступлению. Ну, понятно, что, скорее всего, не удалось, западные танки такие приводят в Украину. Вот почему сейчас они говорят о переговорах? Неужели тогда Россия реально подготовилась к большому новому наступлению? Не-не-не, продолжаются, манипуляции продолжаются. Берлускони, видели чего? Берлускони 86 лет. И он вдруг заявляет, так, ребята, нужно Путину срочно отдать сухопутный коридор на Крым, и война тут же остановится. А если эти украинцы не послушаются, так мы им обрубаем поставки оружия и денег. И теперь послушаются, скажут, хрен с ним, ладно, Путин, забирай 16%. Я-то уверен, что даже в этом случае украинцы не послушаются. Я уверен, что если завтра вдруг запад говорит, все, мы не дадим Украине больше ни одного доллара и ни одной ракеты. Ну и что? У Украины уже столько войск, столько артиллерии, танков и пушек, что они будут хреначить тем, что есть. А вот эти 31 танк под угледаром, которые валяются, а не с боекомплектом. А их ведь можно оттуда вытащить, их можно использовать. И украинцы, ведь это же общеизвестно, что самый лучший поставщик оружия для украинской армии – это русская армия. Сколько вы танков на свою сторону перетянули, нарисовали флаг и поехали, и воюете этим оружием. И это продолжается каждый божий день. Поэтому Берлусконе 86 лет, я понимаю, что ему еще что-то в жизни не хватает. Видимо, ему Путин это даст. И Берлусконе в свои 86 лет что-то такое получит, вот прям вот то, чего ему прям вот не хватало для счастья. Вот наконец-то, да, вот сейчас. Поэтому вот он подыгрывает. Ну просто какой-то кретинизм вообще просто запредельный, уже как анекдот. Вот у меня, кроме усмешки, этот Берлусконе ничего не вызывает. Не знаю, на кого он вообще может подействовать. Ну кто это всерьез может воспринимать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok